Всем доброго дня! Хочу снять видео по изготовлению дуг на теплицу шириной 3 метра. Дуга будет состоять из профиля сечением 25х25 квадрат такой. Это вспомогательные трубы. Основные у меня профиль 20х40, которых уже частично я их закрепил на теплице. Потом я покажу это, как оно выглядит. Прямая полоса профиля на эту дугу у меня 4,70. Высчитываю по формуле ПД разделенно на 2. Получился 4,71. Я взял 4,70. Поставил метки. Потом эти 2 см, которые я больше взял от ролика до ролика, чтобы оно хватало, обрежется. И, соответственно, останется только 4,70 на теплицу. Как я раньше сказал, что труба только стенная, она около 2 мм. Больше нет. Вот сейчас мы приступим к изготовлению этой дуги. Дуга, соответственно, будет прокатываться мне за 4 раза где-то ориентировочно. Самогиб вот этот, я его сделал, собственно, руками. Ну, в работе нормально, он работает, легко работает. Трудностей никаких не ощущается. Винт, вот эта рукоятка, чуть-чуть, конечно, может быть и побольше бы надо. Но для такого размера она достаточно, она 20 см у меня, вот эта ручка. И вот мы подкручиваем один оборотик, сейчас добавляем. Эту рукоятку будем вращать. На валу, который вращает, подача идет, сделал именно накат, токарь попросила я его. Накатал такие, как бы, штифты. Оно хорошо идет в цепку с металлом. И прогоняется легко. Тут никаких усилий нету. Вот один раз мы сейчас прогоним ее. Меточка, соответственно, там у нас нанесена заблаговременно. И сейчас доходим до середины ролика по этой меточке. И останавливаемся. Делаем еще один оборот, подтягиваем. Вот. Ну, конечно, можно делать и поменьше оборотов. Ну, примерно три четверти, чтобы не так изгиб был, как бы, тяжело идти. Ну, а по обороту, этот профиль, он не тяжело. Идет легко. Вот. Рукоятка, соответственно, которую вращаю, можно было бы сделать и поменьше ее. Ну, то, что сделано уже. Можно и переоделся ее, ничего страшного. Вот второй мы прогиб сейчас завершаем. И, соответственно, еще будем по-новому идти. Вот. Смотрим до меточки, чтобы эта метка у нас была, где нарисован, там удерживалась. Вот. Удерживаем это, соответственно, профиль. Подтягиваем еще один раз. Вот. И сейчас, соответственно, будем прогонять еще уже третий раз. Вот. Третий раз мы прогоняем вот это все. Видим, как дуга у нас резко увеличивается. Расстояние между роликами у нас 20 сантиметров от центра до центра 20 сантиметров. Вот. Вот. Третий раз вот уже прогоняется у нас ролик, соответственно, диаметром 60 миллиметров. Рукоятка вот эта у нас 20 сантиметров, которая идет подача. Тут расстояние у нас идет 40 сантиметров. До центра, соответственно, 20 сантиметров между роликом идет. Можно сделать, соответственно, чуть больше 22 сантиметра. Тогда будет легче рукоятка подавать этой. Рукоятка, которую вращаем мы, она у нас 25 сантиметров. Ее достаточно и будет и 23 сантиметра. Не такой более большой мак делать вращение. Достаточно будет. Вот. И поэтому можно сделать и короче эту рукоятку. Вот эта, соответственно, рукоятка, которой мы его сейчас крутим, она чуть-чуть как бы туговато подается. Ну, ничего, по силе возможности можно. Такой профиль идет хорошо. Вот четвертый мы изгибшотдела, мы, как увидим сейчас, вот это, соответственно, уже будет у нас завершающий этап прогонки. Как раз будет у нас расстояние от дуги, от одного края дуги до другого, 3 метра. Все трубы одинаковые я огнул по 4 оборота, чтобы первый оборот я, конечно, первую дугу я делал по полу разу, половинку занимал, но догнал до 3 метров, получилось, что 4 полных оборота. Вот сейчас мы ослабляем, вынимаем эту дугу, и сейчас мы приставим к той дуге, которая у меня там уже есть частично. Вот видите, какая она хорошо ровненько выгнута, без всяких переломов, без ничего. Вот сейчас мы поставим, и посмотрим, как они совпадают или не совпадают. Конечно, совпадают, потому что я уже ранее эти дуги поставил. Наверх вот смотрим эти плицы, как они стоят, это диаметр трубы из профиля 20 на 40. Вот у нас это основные трубы, куда будет ложиться лист поликарбоната. Высота, соответственно, 3 метра от центра до вверх. Вот тут дуги. Вот дуги, которые я сейчас положу, видите, они совпадают по диаметру, все 4 оборота, достаточно вот это. Вот ровненькие эти дуги получились, нормальные. Вот верхние дуги, которые, соответственно, уже я их приварил, вот 3 дуги. Соответственно, эти будут промежуточные тонкие, и еще одну 20 на 40 придется варить. Вот эта вот стойка, которую я поставил, вот прямая, она у нас стоит, я ее приваривал, 130 сантиметров убрал до дуги. Достаточно будет еще у меня идти углубление на сантиметр 30 в землю, и будет общая у меня высота внутри степлицы где-то 3,5 метра от основания. Я думаю, что достаточно этой высоты. Вот, ну, будет все потом как сделано, потом еще раз продемонстрирую, как теплица у меня выглядит полностью. Вот так все я сделал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok